Вечер. Восемь часов. Будем начинать. Померьте, пожалуйста, отметьте, как меня слышно. Плюсиками, крестиками. Слышно меня? Отлично. Итак, я Ольга Милникова, директор компании Арифлейм. Уже почти привыкла к этому слову. Но Арифлейм проник, прокрался в мою жизнь достаточно давно, уже почти 8 лет назад в лице, теперь уже директора компании Арифлейм, Светланы Парфинович. Я тогда работала в землеустроительной службе города Витебска. По образованию я инженер по землеустройству. Вот. И закончила Горецкую Академию. И по распределению попала в Витебск, в Витебск-Депрозем. И тогда амбиций много, планов много на жизнь. Но когда я увидела, скажем так, свою первую зарплату, стала искать дополнительный заработок. И дополнительный заработок в мою жизнь тоже достаточно быстро попал. Это была одна из MLM-компаний. И когда я стала этим заниматься, то очень скоро сказала, что нет, никогда в жизни больше MLM в моей жизни не будет. И даже не подходите ко мне с этим вопросом. Вот. К тому времени уже, в общем-то, и зарплата в Витебске начала налаживаться, и работа мне стала нравиться. И, в общем-то, я и забыла о том, что когда-то была в MLM бизнесе. Ну и родился. В это время у меня произошло достаточно много изменений в жизни, скажем так. Я уже успела выйти замуж, родить ребенка, потом успела развести. И вот после декретного отпуска, после первого, я работала в демиотративной службе, когда как раз в моей жизни появилась Витана Парфеналь. Я тогда и сразу сказала, что ни о каком бизнесе речи идти не может. Я регистрируюсь только для того, чтобы купить тушь пять в одном. Иногда что-нибудь еще буду покупать, но никогда в жизни ко мне с бизнесом, пожалуйста, не приходите. Ну, так оно и было. Я иногда покупала что-то, но, правда, каким-то образом я сходила сначала на школу в Пиле Нерапочей. И целых два раза я там была. И школа на сегодняшний день, помню, была про лодочку с двумя лёгцами. Я послушала, причем сидела вот так. Ничего мне не говорите, я все об этом знаю. И никогда в жизни мне MLM не предлагайте. Спустя какое-то время я все же попала еще на одну школу. За это время у меня, опять же, появились новые отношения. Родился второй ребенок. И вот когда ребенку было полтора года, я попала на Академию бизнеса один. Опять же, вот каким образом все это произошло, очень трудно сказать, потому что слово Арифлейм в нашей семье было ругательным, потому что ребенку было полтора года, потому что обучение было платное, и, в общем-то, этого самого полуторагодового ребенка было оставить не с ним, а обучение было три дня. Но все же я попала на это обучение. Спасибо, Светлана Парфинович. И, в общем-то, вот в тех пор в моей жизни начали, нет, тогда в жизни, наверное, еще не стали происходить изменения, тогда, наверное, что-то стало меняться в голове. И не устаю говорить вот эту вот фразу, если в вашей жизни появился... Если в вашей жизни появился человек, значит, это кому-то... значит, это для чего-то нужно. Не получается, мне справиться с презентацией самостоятельно, сейчас я с ней справлюсь. И вот после вот этого вот обучения, после Академии бизнеса один, в общем-то, знаете, да, в голове что-то изменилось, но одно не поменялось в голове, это все-таки, если у тебя что-то поменялось в голове, должно еще поменяться что-то в действии. Я услышала, что можно быть директором компании «Ресвейн», я услышала, что можно зарабатывать деньги. Наверное, я даже поставила себе цель стать директором. Хотя, сразу же говорю, еще до Академии бизнеса один, когда Светлана мне рассказывала возможности дисконтной карты, возможности компании «Ресвейн», я тогда цель директор не видела. Я сразу видела звание директор с директором в глубине. То есть мне неинтересно было само звание директора, признание, ну, премия, наверное, была интересна. Но больше всего возможности компании «Ресвейн» меня заинтересовал пассивный доход. И я считала, что если подо мной вырастет хотя бы один директор, вот это вот премии 200 долларов, ежегодно можно, мне, в принципе, хватит на жизнь. И вот я рассматривала, наверное, очень долго вот эту возможность, но никогда я, как-то почему-то вот до меня не доходило, что для того, чтобы вырастить директора подо мной, самой надо стать директором. Самой надо знать, как это сделать. И вот я ждала, что все-таки подо мной родится этот директор, этого не происходило. И после Академии бизнеса один, наверное, все-таки я решила, что директором я стану. И, ну, опять же, если у тебя есть мечта зимней, не можешь бежать, сиди, не можешь идти полдни, не можешь ползти, ля, и лежи по направлению к цели. Вот это вот про меня. Я легла и стала лежать по направлению, ну, наверное, все-таки к цели директора. И, ну, лежала я все-таки правильно, не поперек своей дороги, потому что люди, люди периодически, вот те нужные люди, которые были, о которых сказано в предыдущем слайде, они все-таки не то, что не проходили мимо, они именно появлялись в моей жизни. Кто-то появлялся на день, кто-то на минуту, кто-то на час, кто-то остался в моей жизни до сих пор. И таким образом появился в моей жизни человек, который рассказал мне о тренингах личностного роста. И каким-то образом мы с ней сошлись, с этой девушкой, и нашли общий язык, и я почему-то вот послушала ее, что мне это нужно. И я стала проходить вот эти вот тренинги, и тогда, в принципе, и начали происходить изменения в моей жизни. Опять же, и в моей голове, и в моей жизни. Я же всегда считала, что это же я хорошая, а не все плохие. Что это мне не везет с мужем, у меня там что-то в жизни не так, у меня там, мне не повезло там, и я же хорошая. И вот когда начинаешь думать о себе по-другому, нет, я не сказала, что я стала думать о себе, что я плохая, нет. Но я стала думать о себе, что я плохая, нет. И тогда сразу и изменения в жизни мои стали происходить, и причем в положительную сторону. На тот момент мы уже с моим мужчиной, скажем так, успели разбежаться, и жили отдельно, наверное, полгода мы жили отдельно, но вот благодаря, наверное, вот этим вот тренингам, благодаря тому, что происходили изменения во мне, произошли изменения, конечно же, в моей семье, в моем окружении. И вот летом 2014 года мы создали все-таки семью, настоящую семью официальную. Я вышла замуж за своего любимого человека. И, в принципе, вот у нас на самом деле какие-то... Нет звука? Сейчас, подниму минуточку. А так лучше слышно? И стали происходить еще дополнительные какие-то изменения. Здесь я всегда говорю, что мы на самом деле каждый день делаем какой-то выбор. Мы утром решаем нам поспать подольше или поваляться в кровати. Нам выпить чай или кофе. Нам выпить вечером молока или пиво. Нам пойти сегодня на работу или в клуб. И вот на самом деле вот этот выбор, он происходит каждый день, каждую минуту. И однажды такой достаточно серьезный выбор для меня произошел, когда я оставила свою основную работу. Как я считала основную. И для меня на самом деле вот этот вот выбор давался достаточно сложно, потому что работу я свою любила. Но когда очередной раз я пошла в отпуск, вот как раз тот отпуск, когда вышла замуж, посмотрела... Мне задержали зарплату, задержали отпускные. И когда, наконец, я посмотрела на свою карточку, там, ну, какой-то день отпуска, я там увидела 153 тысячи белорусских рублей. И я сказала, больше я стоить столько не буду. Я вышла из отпуска, я написала заявление и сказала своему директору, знаете, говорю, вы показали свое отношение ко мне. Я для вас стою 153 тысячи. Для себя я стою гораздо дороже. Поэтому вот я сегодня оставила заявление и ухожу с тобой. Через 3 месяца я перешла работать в офис Елены Ракотчей и Дениса Гуряковой. Спасибо огромное, Елена, за то, что вы с Денисом предоставили мне такую возможность. Потому что это действительно, во-первых, честь, во-вторых, возможность обучаться, одновременно работать и обучаться у таких успешных людей сразу. И, знаете, еще, вот следующий слайд, я тоже очень люблю эту картинку, хотя она достаточно заезженная. Очень часто, вот, лично в моей жизни происходило именно так. Я куда-то шла, чего-то добивалась, и очень, и у меня опускались руки, вот совсем-совсем не дойдя, ну, совсем чуть-чуть чего-то не хватало. На уровень старшего менеджера, в настоящее время я, вернее, ну, тогда на уровень старшего менеджера я вышла в третий раз. И тогда, вот, это было в феврале прошлого года, тоже вышла не сама. Ну, как, нет, сама. Но у меня, скажем так, снизу была хорошая свечка Оксаны Ивановичной, которая подсталкивала, и мне, в принципе, делать ничего не оставалось. То есть, Оксана сделает, она работает со своей командой, я такая на лаврах, нет, у меня все хорошо, и, в принципе, 7500 моих вот так и получилось. А потом 7500 куда-то делись. И, знаете, вот, потом, после вот февраля, наверное, в четвертом или пятом каталоге прошлого года Елена и Денис запустили проект «Территория роста». И я попала в команду, вот на этот проект, в команду Елены и Дениса. И так как этот проект был соревновательного характера, в конце, и нам не повезло, в общем, мы выиграли, вот наша команда Елена и Дениса выиграла. И вот повезло то, что я попала, а то, что мы выбрали, ну, это была действительно работа. Это, ну, я почувствовала, что такое, что такое работа, что такое приглашение, что такое соревнование, что такое болезнь за собственную команду, ответственность за собственную команду, за команду, частью которой являюсь я. И, знаете, вот наградой за то, что, за вот эту вот победу была поездка, была поездка в волшебное место Буйничев-Могилёве, под Могилёвом. И это действительно было, мало что это волшебное место, это ещё была волшебная поездка. Потому что нас ждал обед, обед с нашими топ-лидерами, с организаторами проекта, это Людмила Никонорова, это Ирина Комарова, это, конечно же, наши спонсоры Елена Рапоча и Денис Брюков. Не сам обед, не сама поездка, а вот вся атмосфера, вот это вот, это неформальное общение с ними, оно действительно дорогого стоит, когда ты рядом можешь задать какие-то вопросы, может быть, и не по бизнесу, может быть, и просто по жизни. Но ведь не секрет, что наше окружение создаёт нашу жизнь. Хочешь быть успешным, общайся с успешными людьми. Хочешь быть любимым, общайся с теми людьми, кто любит и кого любит. Хочешь быть, не знаю, прям ещё в этой жизни. Хочешь быть богатым, общайся с богатыми людьми. А тут вот всё в одном, и успешные, и любящие, и любимые, и богатые. Богатые как духовно, как душевно, так и материально, в общем-то, по сравнению с нами. Вот эта вот поездка на самом деле был такой, знаете, вот на моём том пути, где я лежала, был такой толчок, чтобы я хотя бы приподнялась и посмотрела в ту сторону, в каком направлении я лежу. Во-первых, появилась цель вернуться вот в это волшебное место ещё раз, но вернулся с моими дорогими людьми, с моим мужем и с моими детьми. И вот этим летом, тогда я уже вот благодаря этому проекту я вышла на 18%, вернее, не вышла, я осталась, я осталась на 18%, но это было уже, это был мой результат, это было то, что заработала я. И этим летом, вот летом 2015 года, вот нарушая собственные традиции, я не ходила в отпуск. Я отработала, отработала всё лет, нет, у меня были выходные, у меня были поездки в Оршу, где у меня дом, у меня было какое-то времяпрепровождение с детьми, с семьёй. Но вот отпуска, конкретно отпуска, там на неделю, две или тем более месяц, месяц такого не было. И 1 сентября у меня был тот же результат, 18%. Но в начале лета, уже когда проект закончился, мне опять же повезло, осуществилась ещё одна моя мечта, это Елена Ракотча позвала меня в свою ключевую команду. Я потом перебирала свои ежедневники, прошлые ежедневники, и нашла запись. То есть это была моя мечта на 2012 год быть в ключевой команде Елены Ракотчей. Она сбылась у меня в 2015 году. И опять же, наверное, я просто сама головой созрела до этого. Наверное, до этого я просто хотела. А сейчас мне было это нужно. И знаете, спасибо, Марина и Дмитрий. И знаете, вот 1 сентября, когда я увидела свой результат 18%, как-то он меня абсолютно не радовал. хотя вот в октябре очень хотелось поехать, у меня в октябре у сестры день рождения, живёт она в Лондоне, я уже хотела поехать сюда в звание директор. Причём, опять же, не столько звание меня мотивировало, сколько деньги, чтобы поехать в Англию к собственной сестре за собственный счёт. В Англию мы не поехали ни на уровне директора я не поехала, ни вообще не поехала, потому что нам просто не открыли визу. Наверное, опять же, я тогда говорила, перед поездкой я очень хочу поехать туда всей семьёй. А муж, он дальнобойщик, он был в командировке, он не успевал по-любому оформить, не оформить визу, и потом с нами отправиться туда. Вот, и решили, что, значит, не судьба на этот раз. Поеду я в звание директор, и, конечно же, я надеюсь, что в следующий раз получится это сделать всей семьёй. Вот, и ещё, вот опять же, тот сентябрь, я вспоминаю вот этот вот сентябрь, когда Елена, Денис и Анна приехали в Золотой конференции. Они рассказывали про саму Золотую конференцию, рассказывали про Анталию, рассказывали про проект, тогда же он начался уже, проект «Курс на Анталию», и я не попадала вот именно в сам проект. Ну, вот когда в Минск ездили менеджеры, когда они делились своими впечатлениями, я не выполняла условия на проект. И вот Денис, Лена и Анна, когда вернулись в вот этой вот золотой конференции, когда они выступали у нас на мероприятии, знаете, и вот тогда они позвали на сцену тех людей, которые хотят быть в Анталии, которые хотят быть всей командой в Анталии. Я вышла на сцену тогда самой последней. Многие подбежали, но это прошло уже полкаталога, у меня было, наверное, две с половиной, может быть, три тысячи баллов. И мне казалось, что никуда, у меня просто невозможно вот сейчас, а мне, чтобы поехать в Анталию, мне надо было закрыть уровень директора. И тринадцатый, по-моему, каталог у меня был последний для того, чтобы вот выйти на 7500. Я, когда выходила на сцену, у меня, я, наверное, сначала покраснела, поблизнела, в общем, Жирнила Боднева, она мне потом рассказывала все цвета радуги, которые были у меня на лице, и все мое выражение. Я помню, что я пошла на сцену на ватных ногах, я когда брала вот этот вот браслетик из рук Елены, я ей шепнула на ухо, Лена, мне так страшно. Но, наверное, тогда я дала обещание не только ей, я дала, наверное, обещание себе, и как я предпоставила, что все-таки я буду директором в первом каталоге 2016 года. Вот это вот, наверное, был такой переломный момент, как вот Володя, когда делал слайд, сегодня слайд, опишу, наверное, как это у нас называется правильно, объявление о том, что у нас будет сегодня вебинар с момента принятия решения до действия. Вот это, наверное, было такое не просто принятие решения, оно было зарядано углом, то есть, наверное, в браслете, как будто бы, ну, закрепилось во мне. И в этот же каталог я вернулась на уровень, старшего менеджера. И, наверное, вот с тех пор начались чудеса какие-то происходить. А еще вот я начала говорить про обучение, обучение личностного роста. Знаете, вот этим же августом, вот в августе 2015 года к нам стала ездить Наталья Высоцкая. Это действительно потрясающий тренер. Вот, например, вот если у нее начинаешь учиться, а самое главное, если не просто учиться, а выполнять домашние задания, которые дают, все работает. И, наверное, опять же, вот добавляется уверенность, добавляется, я не знаю, чего всего добавляется, но вот то, что происходит потом в жизни, это, ну, кажется, что чудо. На самом деле, понятно, что не чудо, понятно, что работа, работа над собой, работа вместе с командой. И с тех пор вот, с того каталога, как я вернулась на уровень старшего менеджера, мы стали закрывать каждый каталог в офисе. Причем, я говорю мы, потому что одна я в офисе не закрывала каталог ни разу. Дело было со мной Людмила Воднева. Были девчонки Олеся и Диана. Ну и, конечно же, были директора, была Лена Левша, были Елена и Денис, была Ира Ковалева, простите, была Оля Пушкина. И когда, знаете, вот это вот закрытие каталога, оно любое, вот эти семь последних каталогов, любое закрытие, оно действительно, когда закрываешь их вместе, это, ну, получается лучше. Потому что друг друга поддерживаешь, потому что каждый раз спрашиваешь, ну как, ну что у тебя, ну, и каждый раз ждешь, когда мы ждали, когда Оля и Ира родятся, да, когда у них будет 18 процентов. Все это происходит в офисе, когда каждый болеет друг за другом. Ну, это действительно, чувствуешь вот этот вот командный дух, чувствуешь, что ты не можешь подвести других людей. Пусть их успех от своего успеха не зависит, или наоборот, свой успех на их успех никаким образом не повлияет. Но когда-то друг друга просто действительно того стоит. Так вот, и, знаете, так как не получилось, я уже сказала, не получилось поехать в Англию, мы поехали с детьми в буйниче. Я все-таки выполнила собственное обещание, пусть не так скоро, как я этого, как это я задумала сразу, но вот эти вот маленькие человечки, в общем-то, один из них уже совсем не маленький, ростом с меня, но на самом деле дети ведь и остаются детьми. На самом деле, это вот все люди, ради счастливых глаз которых хочется, ну, много чего сделать, и ты на самом деле можешь что-то сделать. А когда мы сначала гуляли вот именно по этому буйническому полю, по полю славы, где танки, где пушки, не только Антону Старчину, и младше она любит по всем этим предметам ползать, лазить, фотографировать, потом это был зоопарк, потом был ресторан, ну, конечно же, был сам спа-бар. В общем, что им больше понравилось, даже очень трудно сказать, но когда уже обратно ехали, когда дети засыпают прямо в машине, сказали «мамочка», когда дети носятся от счастья, когда они вообще не знают, куда деть свои эмоции, это действительно стоит того. И день рождения моего младшего ребенка мы отмечали потом в аквапарке, это вот она с пушкой здесь, это вот именно в аквапарке. В общем-то тоже это было как повторение вот этого вот маленького счастья, когда они просто сели за стол и съели тортик, а действительно дети получили массу положительных эмоций, массу и адреналина, в общем-то тоже, в хорошем смысле этого слова, когда они носились один по большим горкам, другая по маленьким. В общем, ну, просто не передать словами вот этих вот дней счастья. И знаете, опять же, возвращаясь к началу, очень, не к началу, сейчас многие говорят, а мне надо делать уроки с детьми, мне некогда, а мне нужно еще что-то делать. Знаете, я, наверное, плохая мама, я не делаю уроки с детьми с детьми. У меня младшая ходит в продленку, она делает их там, иногда дома доделывает. Старший тоже у нас на уровне, он тоже уроки сделал, сделал. Все. И я не провожу, не провожу с ними время так, знаете, сама стою, утюжу или с пылесосом, или мою посуду. О, это я дома, это я с детьми. Нет, но когда ты долго с детьми не проводишь время вот таким вот образом, за утюгом, либо за мосеем посуды, либо за готовкой, а проводишь время вот так вот, когда они обижаются от счастья, то, наверное, стоит иногда побыть дольше на работе, иногда не уделять им внимания, чтобы потом, чтобы потом их глаза действительно светили счастьем. Может быть, это время предпровождения, может быть, это того, что они получают тот подарок на день рождения, который они хотят, а не тот, что нужно купить, то, что необходимо, зимние сапоги или новую куртку. И, знаете, вот тоже я начала говорить про то, что с тех пор, как я вернулась на уровень старшего менеджера, стали происходить какие-то чудеса. На самом деле, я стала, ну, в своих мозгах я стала старшим менеджером, но, оказывается, компания меня уже сразу же причислила к директорам, потому что приходили письма, там, письма на имя директора, и в моей почте оно тоже было. И поздравляем, там, вот первое из них было, когда список директоров, которые выполнили условия на поездку, на курс на Анталию. Я тогда, как менеджер, не выполнила эти условия, но нашла себя в списке директоров. Вы не писали, вот правда, мне до сих пор признание, я думала, что признание это не самое важное, не самое важное в моей жизни. А когда я увидела себя в списке директоров, будучи на уровне старшего менеджера, меня, ну, вот, меня приняла такая достаточно большая гордость. Я еще не директор, а меня уже к директорам причислили. Как это? Начислили, в общем. Вот. И вот тогда я попала на курс на Анталию. Опять же, вот это вот отношение, отношение компании, как просто вот, начиная со списка, да, и продолжая тем, что мы видели на вот этих вот на поездках. Опять же, компания могла просто устроить обычное, обычное обучение. Нет. Она встречает нас с своими продуктами, с своими завтраками, потому что, потому что она училась, что кто-то, кто-то приехал не просто, вот там несколько остановок на метро, а приехали из Брестка, из Брестка, мы из Витинска, там, Гомель, Гродно. То есть, ехали достаточно большое время и банально хотим перекусить. И вот, пожалуйста, вам волнос-коктейли, причем волнос-коктейли не просто взбитые, они все как-то не просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Само обучение от лучших лидеров – это тоже абсолютно незабываемое. Когда приезжал лидер с Украины, когда она делилась своими успехами во время войны, мы с ней плакали, мы ей восхищались, потому что мы здесь в мирное время, в общем-то, ну, кризис у нас. Да, но что значит наш кризис со сравнением с тем, что у них происходит, мы просто этого не можем представить. У меня знакомая девочка, она сама из Донецка, и вот она, мы с ней периодически переписываемся, она говорит, ты знаешь, тут связь просадает, когда бомбят. Хотя, в принципе, ничего, жить можно. Вот представляете, насколько люди держатся, насколько у них хватает духа. А тут еще не просто жить можно, тут еще и расти по карьерной лестнице и зарабатывать деньги. Тут еще поддерживать массу людей, для того, чтобы они не отчаялись, для того, чтобы они тоже находили себя, для того, чтобы они не уходили в себя, для того, чтобы они продолжали жить во время вот таких вот ужасных событий, которые происходят вокруг них. Конечно же, наши лидеры, это Анна Козловская, это Елена Рафотти, они тоже делились своим опытом, вы знаете, вот лично мои ощущения, лично мое, вот лично мои чувства, я чувствовала невероятную гордость. За то, что я работаю вот с этими людьми, ну вот то, что касается Ани, с этим человеком в одной команде, а то, что касается Елены, у этого человека в команде. Наше утро начиналось в бассейне, в тем утра, и мы в бассейне. Наш вечер заканчивался в бассейне. Вот несколько фотографий, то, что находится внутри, и то, что находится за пределами вот этого отеля. То есть это просто незабываемые эмоции, незабываемые впечатления. Это то, что компания делает для своих лидеров. И, конечно же, когда получаешь вот такую вот мотивацию, когда получаешь определенные знания, менеджер Ольга Пушкина, она сказала, я не знаю, что с вами сделали в том бизнесе, но вы бы обернулись абсолютно другие от себя. Конечно же, это не в бизнесе. Конечно же, все вот это, оно накапливалось постепенно. Оно просто вот где-то, наверное, когда капаешь, капаешь, капаешь в сосуд, он начинает выливаться. Вот, наверное, наконец, все знания, вся мотивация, которая в меня капала, она, наконец, наверное, наполнила меня и стала давать свои результаты. И, в общем-то, вот он результат. Может быть, она, эта фотография не самого лучшего качества. Там я не лучшим образом получилась. Но я все равно люблю эту фотографию, потому что вот это вот час моего закрытия. Это час моего успеха. И вот здесь вот во мне, в моем лице, все чувства, которые меня на тот момент приполняли. Знаете, когда, опять же, вот этот вот день, я не была одна. Со мной были Диана, Олеся, со мной была Назерда Георгиевна. И, конечно же, со мной были директора команды Елены Ракочи. Это Елена Левша, это Наталья Бирюкова. Это менеджеры Ирина и Ольга. Спасибо вам огромное. Это Ольга Сташкевич, которая уже давным-давно на тот момент закрыла свой уровень. Но она сидела, она просто ждала, поддерживая меня, поддерживая своего директора. Это вот настолько было приятно. То есть это, ну, это те чувства, которые стоит пережить каждому. И тут, конечно же, слова благодарности. Слова благодарности моей команде. Нет, в первую очередь, все-таки спасибо Светлане Парфинаевне. Светлана, спасибо вам за то, что вы во мне вон в той колючей, в той, я не знаю, какой еще, разглядели. Спасибо за то, что докапали до меня, что я все-таки пошла на Академию Бизнеса. Спасибо, что помогали по мере своих сил. Спасибо, ну, в общем, спасибо за то, что я в этой команде. Спасибо, конечно же, всем, кто на протяжении восьми каталогов, ну, семи, получается, делали какие бы то ни были заказы. От одного балла до девять часов. Потому что каждый балл, это была своего рода копилка в мое звание. Знаете, вот в последний день каталога я ко многим из своей команды обращалась с просьбой. От твоего заказа зависит мое звание. И откликались, самое интересное, что откликались те, от которых я меньше всего ожидала, что они откликнутся. Одна девочка говорила, Оль, ну скажи, мои четыре балла тебе помогут. И она делала и 16, и 20 баллов. Ну, то есть это, ну, на самом деле, это не пускай слова, это слова благодарности вам. Конечно же, спасибо моей команде. Спасибо Диане и Олесе, потому что вот эти два человека, которые были здесь, каталог со мной, начиная вот как Новый год наступил, до 4 января мы там еще немножко погуляли, до 3. А с 4 января мы стали каждый день ходить на промостойку, мы стали приглашать людей, мы стали работать. И, в общем-то, вот эта вот работа принесла свои результаты. И в последний день каталога, я не устаю об этом говорить, у Дианы был день рождения. 23 января, я тебе смею, что я никогда не забуду, с какого числа я закрыла звание директора, потому что у Дианы вот день рождения. Так вот, этот человек мог бы пойти и отмечать день рождения с мужем. Она бы могла пойти, ну, я не знаю, в общем, пойти и проводить день так, как она хочет, потому что это был ее день. Но она его провела со мной и, наверное, еще больше волновалась за то, за мой результат. Она, ну, я не знаю, она волновалась за каждые 100 баллов, которые добавлялись у меня вот на тот момент. И, конечно же, самое-самое большое спасибо нашим общим спонсорам Елене Ракоти и Денису Грюкову. Потому что, знаете, вот в моем успехе, наверное, лично мой успех – это процентов 30. Все остальное, конечно же, это проценты команды, это успех команды. Ну, и больше половины – это точно ваш успех. Ваш успех, потому что вы видели во мне меня. Вы видели во мне директора и, наверное, сомневались во мне гораздо меньше, чем периодически сомневалась во мне я. Спасибо за то утреннее сообщение в тот день, потому что, ну, на самом деле, первая поддержка пришла от вас. Оля, мы с тебя верим, держись, мы с тобой. Вы были в Абудабе, вы могли заниматься своими делами, своими развлечениями, своим обучением. Но вы были в то утро со мной, на протяжении дня я знаю, что вы волновались за мое звание. Огромное вам, огромное спасибо и низкий поклон. И еще, опять же, возвращаясь к теме отношений, я хочу показать вот этот вот слайд, вот эту вот фотографию. Это мое поздравление с директором. Это Елена и Денис вернулись из Абудабе. Это они на пути в Офис. Это понедельник, день планерки у нас в Пирамиде. Но прежде чем, знаете, я, конечно же, я ожидала свое поздравление. Конечно же, я ждала, когда наконец вернутся Елена и Денис, потому что, наверное, самое дорогое поздравление было у меня от них. Но вот эту фотографию, вот этот слайд я увидела в среду, две недели назад на том вебинаре, на поздравительном вебинаре этого каталога. Лучше бы я увидела вот эту вот фотографию потом, потому что, ну, на самом деле, это буря эмоций. Наверное, вот те эмоции, которые я уже пережила, когда вот только закрыла уровень директора. Вот, наверное, это буря эмоций опять вернулась ко мне. Потому что, ну, на самом деле, это очень приятно. Люди, когда торопились в Офис, в общем-то, они не забыли сфотографироваться и не просто поздравить меня в Офисе. Они поздравили, в общем-то, меня на весь мир, потому что вот эту фотографию я увидела в подсетях. Соответственно, ну, ее увидели не только мои знакомые, ее увидели Леной знакомой, Леной и Денисой знакомой, ее увидели мои знакомые, знакомые мои знакомые. Ну, в общем, как я и говорю, поздравили меня на весь мир. Наверное, ну, одно из самых необычных поздравлений, за что еще раз большое вам спасибо. Я и впредь буду стараться не подводить вас, буду впредь, как это, я знаю, что вы верите в меня, я знаю, что вы верите в каждого члена нашей команды. И со своей стороны обещаю, что я все сделаю для того, чтобы не подводить ни вас, ни вашу веру. С вами была я, Ольга Мельникова, директор компании «РСМ». Ольга Мельникова «РСМ»